Всем привет! Власти Казахстана сообщили, что им удалось справиться с подавлением антиправительственных протестов. И по свидетельствам самих казахстанцев, в этом им активно помогали российские военные, с помощью которых Такаеву удалось разделаться собственными гражданами и усидеть в президентском кресле. По свидетельству очевидцев, подавлением антиправительственных выступлений занимались силовики без опознавательных знаков, которые общались между собой на русском языке. Так, российское издание «Сибирь. Реалии» приводит свидетельство участника протестов в Алматы, Мейрхана Абду Манапова, который рассказал, что в протестующих стреляли на поражение. Солдаты были все без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме, «Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши казахи, то тут через громкоговоритель мы слышали только русскую речь», — говорит свидетель событий. «Солдаты, участвовавшие в разгоне, говорили по-русски?» — спрашивают журналисты. «Да, в этот раз к нам солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном «Освободите площадь, будем расстреливать» — ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска, как нас и предупреждали днем». Похожие свидетельства озвучила журналистам и корреспондентка казахстанской редакции «Форбс» Ордак Букеева. «Солдаты были без знаков различия, в десантной форме, кто это, казахстанский или, там, я не знаю, ОДКБ. Никто не может сказать, никто не знает, но все команды отдавались на русском, между собой они переговорились на русском, и им команды отдавали на русском языке, а не на казахском». Все это говорят не какие-то анонимные источники, которые кто-то выдумал и опубликовал в телеграм-канале, а конкретные люди, которые не скрывают своих имен и своих лиц, несмотря на возможные проблемы. То есть все больше и больше свидетельств поступает, которые говорят нам о том, что Токаеву удалось усидеть на штыках с помощью российских военных, и именно россияне занимались подавлением вот этого недовольства в Казахстане. Да, скорее всего, на какое-то время это еще продлит власть Токаева и позволит ему удержаться в своем кресле. Но в историю вот этот инцидент уже навсегда войдет, как ситуация, когда россияне из России приехали в Казахстан, чтобы стрелять в казахов, которые находятся на своей земле, и стрелять в них только за то, что они недовольны своими властями. И я уверен, что эта история россиянам еще однажды обязательно аукнется.